Дружат, и это очередной пример братского восприятия казахского и саргутского народов друг друга. Это не может не радовать. Что ж, а мы переходим к следующему противостоянию. Бакатпек Душенбайулу против Хафизода Рамазон Пула. Ожский боец против бойца из Таджикистана. После небольшой паузы между боями, видимо, выходили ребята для того, чтобы привести настил в порядок. Ну да, льет дождь буквально беспрерывно, может быть, с небольшими паузами. Но все время приходится... Да, и вот таджикский боец, помятуя о том, как ребята скользили по октагону, надевает носки. Чемпион по боевому самбо. Чемпион по валюту Терпецкой Республики. Профессиональный рекорд. Три победы, ноль поражений, ноль ничьи. Команда Тим Микки. Тренер Калхулов Мирбек. Весовая категория 66 килограмм, рост 174 сантиметра. Уроженец города Ож. Движа Байо. Бакет Бек. Его соперник в красном углу. Боец из Таджикистана. Его вес составляет 66 килограмм, рост 179 сантиметров. Чемпион по рукопашным боям Таджикистана. Команда Клуб. Тренер Суллиф Ильгум. Хафизода Рамазон Пулат. Хафизода Рамазон Пулат. Против Душембая Лабахатпека. В очередной раз противостояние международное. Ожский боец. Конечно, имеет в этом смысле преимущество, выступая в родных стенах. Хафизода Рамазон Пулат. Довольно такой эксцентричный боец. Танцует на ринге. Пытается провоцировать Бахатпека. В свою очередь Душембая Лабахатпека выглядит намного солиднее. Вот здесь странный выпад. Не форсируется событие Бахатпека. Здесь едва не упал. Реакция неплохая. Поднялся сразу же. Ну видно, как на льду уже оппоненты. Сказывается и погода. Но мне кажется, все-таки вот то, каким способом раз за разом протирают настил, наоборот, делает еще хуже. Они просто размазывают эту воду по всему октагону. И сухих мест практически не осталось. Ну ладно. Больше минуты уже в клетке бойцы. И пока без особых перекосов в ту или иную сторону. Здесь довольно интересная позиция. Оба ухватили друг друга за шею, за голову и пытаются довести. Вот треугольник до болевого. И мне кажется, все-таки у Бахатпека получается получше. Но странно. Он отпускает. Отпускает. Пытается вырваться отсюда. И пошли удары. Очень вязкий боец оказался Афизода. Тяжело приходится в грипплинге. Бахатпек, он все-таки вышел из этой ситуации. Пытается сейчас руку у оппонента вырвать. Мне кажется, это затея бесполезная. Дамазон Тула держит в тисках буквально свои руки. Хотя в этом эпизоде получается у Бахатпека. И сумеет ли выкрутиться таджикский боец. Сумел. Все-таки сумел. Да, упустил Бахатпек сейчас хороший шанс для того, чтобы завершить поединок победой. Но продолжает, продолжает свое давление. Вот здесь неплохо берет в треугольник оппонента. И сумеет ли на сей раз Рамазон Тула выйти сухими с положением. Выйти сухими из октагона не получится ни у одного из бойцов. Учитывая, что идет дождь. Но вот здесь очередной коронный захват от Бахатпека. И мне кажется, это все. Мне кажется, это все. Нужно сдаваться здесь без единого шанса для талджикского бойца. Он пока терпит. Пытается раскрутиться. Но еще больше ухудшает себе ситуацию. И до свидания. До свидания здесь без шансов. Да, вот он сдается. Собственно, поздравляем Дюсимбайлу. Действительно в партере смотрелся великолепно. Очень впечатлил. Разложил оппонента по полочкам. Достойнейшая победа. Еще больше. В первом раунде за 3 минуты 49 секунд. Болевым приемом на руку. Победу одержал Дюсимбайлу. Бакетбек. Еще более удивительно то, что Бакетбек является КМС по кикбоксу. Судя по его файт-карту. Но победил не ударным приемом, а болевым. И такое бывает. Но сейчас все, кто выходит в октагон, стараются быть универсалами. Стараются как раз свои слабые моменты восполнить. Давайте посмотрим на повторе. Да, ну это уже конечный эпизод, где взял захват. И здесь... Они выпускают в таких ситуациях. Хафизоде Рамазон-Кулан ничего не оставалось, как сдаться. Следующая пара... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.